Он видит то, что не подвластно никому. Через миллиарды световых лет его взгляд устремляется к границам мироздания. Телескоп, радиоастрон. У человечества теперь есть собственные глаза во Вселенной. История этой гигантской антенны началась еще в стране с названием Советский Союз. В 80-е астрофизик Николай Кардашов загорелся идеей создать радиотелескоп диаметром внимания в десятки, даже сотни тысяч километров. И такое оказалось возможно. Он начнет работать примерно при разрешении, которая в миллионы раз лучше, чем та детальность, с которой видит человеческий глаз. Все дело в ключевом понятии интерферометр. Ученые задумали, что радиоастрон должен работать не один, а вместе с наземными антеннами. Благодаря этому, благодаря большому расстоянию между телескопами, которые являются частью интерферометра, у нас будет высочайшее угловое разрешение нашей системы. Это работает так. Телескопы в космосе и на Земле смотрят на какой-то объект, например, звезду, и объединяются в один огромный телескоп. Это и называется космический интерферометр. Чем выше орбиты спутника, тем больше диаметр этого воображаемого телескопа. Вот эти разные телескопчики, которые расположены на Земле и в космосе, они как бы синтезируют огромную антенну с диаметром до Луны. Высокое угловое решение позволит нам исследовать космические объекты с высочайшим уровнем детализации, который не подвластен никаким другим телескопам любого диапазона электромагнитного спектра. Это означает, что ученые, наконец, смогут приблизиться к границам Вселенной или убедиться, что она бескрайняя. Ну вот, впервые будет иметься возможность увидеть глубоко, детально те объекты, которые мы в настоящее видим как объекты, просто излучающие радиосигналы и никакой формы, никаких представлений о том, что же делается в самых центральных областях этих объектов. Мы не имеем. Самая главная загадка Вселенной, тайна черных дыр, возможно, скоро будет разгадана именно российскими учеными. Заглянуть в черные дыры в теории нереально, но в деталях изучить их поверхность можно. Вот вы видите просто две бляшки обычных. Вот радиострон сможет увидеть, что там внутри. Знаменитому оптическому телескопу, американскому Хабблу, приблизиться к ответу на вопрос, что же представляют из себя черные дыры, так и не удалось. А вот радиострон даст шанс раскрыть тайну этих загадочных объектов. Основное отличие радиострона от Хаббла заключается в том, что то, что для Хаббл выглядит как точка, для нас будут очень протяженные объекты, которые мы сможем намного более детально исследовать, то есть уйти вглубь тех объектов, которые Хаббл видит как точки. Венец 20-летней работы инженеров и конструкторов, телескоп «Радиоастрон», установленный на спутник «Спектр-Р», прибыл на Байконур. Одно из главных космических событий минувшего года состоялось в июле. Всю эту антенну нужно было суметь таким образом уложить, чтобы она поместилась в головном обтекателе диаметром 4100 миллиметров. Это тоже была задача, которую, в общем-то, наши конструкторы решили. И за счет оригинального механизма мы смогли не только уложить все лепестки, эту антенну, но еще обеспечить синхронное раскрытие этих лепестков. Ювелирная стыковка головной части с ракетой-носителем. И все готово к исторической миссии. Есть включение системы управления ракетой-носителя. Первый. 27 лепестков радиоастрона раскрылись гигантским космическим цветком 18 июля. Самые крупные радиотелескопы мира настроились на работу с российским спутником. Несколько месяцев на тестирование систем летные испытания. И вот первый сигнал от радиоастрона. Научные данные стали поступать в Пущинскую обсерваторию. Аппарат сейчас находится на своей орбите на удалении от нашей станции порядка 90-100 тысяч километров где-то. Вот с этого расстояния мы, значит, принимаем информацию. Резкий скачок на графике и есть. Начало передачи данных. Это означает, что в поле зрения радиоастрона пульсар в коробовидной туманности. Вот так ее видит антенна спутника. Сигнал из космоса даже лучше, чем ожидали. Теперь надо собрать единую информацию со всех антенн и построить изображение пульсаров, квазаров и знаменитых черных дыр. После этого построения, возможно, будет построение карты изображения, радиоизображения этого источника. И после этого, так сказать, ученые начинают делать выводы о структуре этого источника, о тех процессах, которые там происходят. Вот в этом, собственно, заключается сам процесс радиоинтерферометрических наблюдений. У астрофизиков сейчас бессонные ночи. Уйдут еще недели и месяцы, прежде чем мир увидит границы Вселенной. То, что на сленге астрономов-радиостанов называется «грязная карта», получается вот такая чистая карта, вот такая красивая, четкая изображение, где уже параметры вот всех этих струй, этих ядер, черных дыр, уже физически имеют смысл. То есть уже физики, астрофизики могут с ними работать, там выдвигать свои теории и прочее, прочее, прочее. Новости из соседних галактик радиоастрон будет присылать на Землю 5 лет, таков срок его гарантированной службы. Однако техника, как это часто бывало, может проработать и дольше. Если звезды будут благосклонны российскому чудо-телескопу, необходимая орбита сохранится еще целых 9 лет. Редактор субтитров А.Семкин